Всем привет! Сегодня история будет подписчица. Я отвечу точнее на вопрос. Давайте его сначала зачитаем. Прошу совета, как мне себя вести и оправданы ли мои страхи? Отношения изначально выстроены были неправильно. Жаль, что никто не учил и дошла своими мозгами только к 40 годам. Мои отношения с турком сложные. Мы познакомились 5,5 лет назад. Прилетел он ко мне через 2 недели после знакомства, затем еще через полгода. И после событий со сбитым самолетом он перестал ездить ко мне, так как нужна виза, это сложно. Но при этом возил у меня всякие отпуска. Отпуск у меня был раз в год, так как виделись и получается раз в год. Полтора года назад я уволилась по личным причинам, но это никак не сподвигло мужчину на действия. Хотя говорил часто о том, что нам надо жить вместе. В сентябре прошлого года я откровенно психанула и сказала, что у него были и возможности, и шансы. У него нет никакого к этому желания, так как ничего не меняется. То самолету у него мешает, то виза, то доллар. И мы расстались. Но через месяц он не выдержал. И сорвав мне все соцсети и телефоны с чужих аккаунтов, вернул меня в эти непонятные отношения. Давайте сразу установлюсь. Вернул меня. Вас не вернули. Вы сами захотели вернуться. Не надо перекладывать ответственность на другого человека. Решение принимали вы. Потеряв доверие в его слова, я стала рисковатой, прямолинейной. И как-то сказала, что Новый год на носу, что тебе стоит взять, приехать. Я была уверена, что он опять найдет отговорки. Но он загорелся этой идеей. Оформил визу, купил билет и прилетел. Разговоры были серьезными. Мы будем вместе. Ты переедешь ко мне и так далее. В итоге в марте сели выбирать мне билет. Сегодня еще смотрели цены, а завтра уже закрыли границы корона. За период карантина он потерял отца и чуть не потеряла мать. Тоже из-за короны умерла мать. Кошмар. При переоформлении бизнеса с отца на себя выяснилось, что очень много ошибок всяких документов. И чуть ли не тюрьма грозит ему или баснословный штраф. Но осознала, что снова проблемы, снова препятствия или отговорки. И вот настал день, когда карантин сняли, границы открыты. И вдруг, несмотря на все сложности, он заговорил о моем переезде. Я в шоке. Я не готова ни морально, ни психологически. Билеты купил, а меня теперь мучают страхи. А что если я игрушка на пару месяцев? А что если растянется жительство на год без официального оформления? И непонятно, то ли он долго раскачивается и сложно принимать решения ему какие-то. То ли все это игры на пару безвизовых месяцев. Как мне себя вести с ним? Как относиться к мужчине, живя на его территории, но не будучи женой? И куда делись все те препятствия, которые так мешали нам раньше быть? Немного про него. Еще до карантина он отремонтировал квартиру специально для меня, с его слов. Готовь меня обеспечивать всем необходимым. Денег не жалел на мои прихоти в моменты редких встреч. Обещаний пустых не давал, женат, никогда не был, всего лишь на год меня старше. Жить мы будем в Стамбуле, и если будет желание или возможность, мы можем погулять как-нибудь с вами встретиться. Заранее благодарю за ответ. Если хотите, можете озвучить письмо в вашем виде, желательно анонимно. Все скажу так, очень просто. Как в начале письма был вопрос, выставлялось все так, что у мужчины были страхи. Что изменилось, почему страхи пропали. В отношении, я уже раньше об этом говорила, с психологической точки зрения, отношения на расстоянии изначально потенциально бессознательно вступают люди, которые в брак семьи боятся. И на бессознательном уровне ищут различные преграды для того, чтобы вроде бы как бы я социально приемлем, я в отношениях, но у нас есть преграда. Они ищут проблему в отношениях, чтобы на самом деле развитие логической отношения не продолжалось. Это же касаемо любовников и любовниц, то есть есть всегда преграда, какая-то стена, которая не позволяет нам быть вместе. Это просто на самом деле внутренний страх людей, они как правило на этом и сходятся, на своем страхе серьезных отношений, брака или рождения детей, у каждого там уже свои причины. Очень часто, в большем проценте, это проблема отношений, страх самих отношений. В семье люди либо не созревшие, либо у них был плохой пример родителей, семьи, они просто не хотят повторять этот ужасный опыт, который у них уже в семье был, либо пример у них был нехороший. Вот это самый главный страх. Посмотрите в себе, если у вас это. Скорее всего, причина на самом деле вот это. Касаемо вашего мужчины, что с ним произошло, я вам легко объясню. Он потерял маму, папу практически, но остался, да, вроде бы жив, если их местами не попутала из-за короны. Он просто понял, у него произошло переосмысление, он поборол свой страх. Он понял, что да, у вас, во-первых, долгие отношения, 5,5 лет. Хоть вы и не так часто встречались, но вы общались, и он вас узнал, и это достаточно огромный промежуток времени, что пора уже что-то решить. Вы, по сути, получили то, что вы и хотели, развитие отношений. Вы к этому шли, вы от этого страдали, когда вы это получили, вы начали еще сильнее бояться. Вы выбрали этого мужчину, потому что вы обслуживали свои страхи. И сейчас главная стена преодолелась. То есть его желание появилось, он хочет, у него нет никаких проблем, преград. Это вы потеряли вот эту стену, отделяющую, по сути, в кавычках, счастливое будущее, счастье, которому все так женщины стремятся и все этого хотят. Вы себя обманывали, по сути, и говорили, что я этого тоже хочу, я этого жду все эти годы. Вы мужчину за это прессовали, ругались. Тем самым эмоционально создавали видимость отношений, создавали эти конфликты. Но на самом деле все эти годы вы боялись этого шага. Вам бы казалось, что вы этого хотите, когда вы это получили, вы встретились сейчас лицом к лицу со своим страхом. Этот мужчина потерял близкого человека, определенный кризис, пережил потерю близкого человека. Поэтому он понял, что вам он может доверять. У вас долгие отношения уже были проверены. И он готов к новому шагу, к развитию отношений. Проще говоря, ваш мужчина преодолел свой базовый страх. И сейчас встает вопрос о том, готовы ли вы с ним развиваться дальше. По сути, вы же, ну, с какой-то точки зрения, вы себя и его обманывали все это время, говоря о том, что я на самом деле хочу, а на самом деле вы внутри боялись. Сейчас вы получили то, за что вы всегда хотели, боролись и ждали этих пять с половиной лет. И сейчас то, что перечисляли, как мне с ним общаться, про а вдруг он растянет совместную жизнь до без свадьбы, типа вот эта вся история, а вдруг он со мной поиграет, это ваши страхи, вы ищите сейчас причину, отговорку, чтобы не ехать. Вот и все. На самом деле это все надуманное, вы себя просто пытаетесь запугать, оправдать и прикрыть свой главный страх вот этой ерундой, шелухой. Вы сейчас просто должны посмотреть себе правде в глаза, понять, в чем ваш страх, почему вы боитесь, и дело не в нем. Вы боитесь, в принципе, семьи, отношений и этой ответственности. Вы боитесь на себя ее взять за семью. В чем ваша причина, подумайте, это детство, родители, какие-то травмы, может, с этим связаны, у вас причина однозначно там. Второе. Пора уже взять ответственность за свою жизнь в свои руки и принять решение, ехать вам или нет. В омут с головой или вы остаетесь. Но переезжая, вы должны принимать, что вы на себя также берете ответственность и возможные риски какие-то. Все это будет, скажем так, на вашей совести. Не он будет в этом виноват. Вам дается выбор сейчас, и вы решаете, делать этот шаг или нет. Так что уже позрослейте и возьмите ответственность на себя за этот выбор, принять это решение. Если вы поедете, очень все идеально просто, все с этим сталкиваются, все это переживают. Заранее, да, с переезда оговаривайте свадьбу, даты, насколько это растянется, раз вас это так волнует. Волнует вопрос денег, обсуждайте. Я в этом видео раньше говорила, сколько он готов вам денег карманных давать, уж пока работать не можете, надо учить язык. Все это заранее до переезда можно обговорить конкретно, в лицо, без страхов каких-то лишних, скромности лишней. Все это темы, мы взрослые все люди, вам не 20 лет, когда вы боитесь вообще рот открыть, да? У вас серьезный поступок в жизни, вы делаете шаг серьезный, поэтому вы вправе задавать подобные вопросы, интересоваться своим будущим, потому что какой-то период времени вы будете зависеть от этого человека финансово, да? Далее, по поводу свадьбы, все вообще предельно просто. Два месяца, ну и говорите, не надо вообще бояться открывать рот, обсуждать отношения. Дорогой, я, например, я хочу выйти замуж за тебя, ты готов? Ты этого хочешь? Если да, давай будем собирать документы. То есть вообще до поездки можете взять какие-то справки себе, да, там, свидетельство о рождении, о том, что вы там не были замужем, вся эта история. Вы уже из дома можете привезти какие-то документы. То есть вы не хотите, чтобы это растягивалось, ваше совместное проживание до брака, но говорите открыто о сроках, о датах, когда будет свадьба. В этом нет ничего зазорного у взрослого человека. А если вы, понимаете, будете сидеть, скромничать, молчать, не задавать лишних вопросов, вы обслуживаете свой страх, потому что вы приводите к тому, чтобы вы в итоге расстались, потому что вы, в принципе, боитесь отношений. Так что я и говорю, что до переезда вы должны посмотреть своему страху в лицо, посмотреть, узнать его причины и решить для себя, готовы вы бороться со своими комплексами и страхами или нет. Не надо ехать баламутить мужчину, менять свою жизнь, зная, что вы, например, этого и всего на самом деле подсознательно не хотите. Это очень важный ответ и вопрос, на который вам вы должны дать себе ответ, и просто лезть в чужую жизнь тоже, влиять на жизнь мужчины не стоит, если вы в себе не уверены, чего вы хотите, чтобы понять, чего вы хотите. Надо иногда прыгнуть в омут с головой и попробовать, потому что просчитать свои риски по возвращению, например, ничего супер страшного, ужасного нет. Вот эта вот фраза меня очень задела, что растянет сам друг, он мне там поматросит и бросит это на два безвизовых месяца и все такое прочее. А говорите заранее. И на самом деле вы сейчас, вот на данный момент, не борясь со своими страхами, подсознательно этого и хотите и ждете. Вы эти страхи себе надумываете. Мужик пять лет был, собирался, собирался, наконец-то собрался, а вы поищите повод, чтобы этого не делать и не ехать. Ну вот оно, собственно, вам карты в руки. Одно вам скажу, что решать свои проблемы, решать свой страх, да, сбавляться от страха надо преодолением. Вот вам страшно что-то делать? Ныряйте в омут с головой. Пока вы будете от него бегать, его обслуживать, свой страх ничего не изменится, он будет только больше расти, поглощать вас, вашу жизнь и влиять на вашу жизнь. Вы так одна и останетесь, потому что вы будете бояться по каким-то причинам совместной жизни, свадьбы, там, ответственности или еще чего-то. Так что я вам желаю найти причину своих страхов, вырасти морально, взять ответственность за свою жизнь и принять правильное решение. Какое бы решение у вас не было, оно все равно будет правильным. Даже если вы решите убежать и спрятаться, это говорит о том, что отказаться от вот этой своей мечты с этим мужчиной, совместной жизни, свадьбы там и всего прочего. Даже если вы убежите, останетесь дома, не поедете, разорвете отношения, просто вам говорит о том, что вы не готовы перерождаться, взрослеть, и вы не готовы к этим отношениям, и вообще вы еще не готовы к такому этапу. То есть на этом месте этого мужчины может быть любой другой. Просто так совпали, скажем так, звезды, что он с другой стороны, он турок и все прочее. У вас бы такие же проблемы были с мужчиной и на своей родине, с каким-то там соседом или еще что-то, у вас бы настал такой этап в отношениях, развитие отношений, вы бы его просто не давали. У вас эта вся история растянулась, потому что у вас мужчина был тоже не готовый, он эмоционально сейчас перерос, вырос, готов, а вы все еще нет. Так что жду ваши комментарии, девочки, что вы посоветуете. Спасибо за ваше внимание, скоро увидимся, всем пока.